Всем привет! Мы опять на фестивале Русская крепость и с нами Илья Николаевич Петрухин из Тулы. Самый главный ландскнехт Советского Союза. Привет, Илья! Приветствую! Вот только что мы видели турнир. Ты его организовываешь в формате, который в реконструкции известен как Panzerkampf, то есть бой в доспехах. Эту традицию, ну, конечно, не ты придумал, но ты её серьёзнейшим образом развил в нашем деле. Придумали её ещё, наверное, в веке, в конце 14-го, то есть это старинный немецкий бой. Ну, и она продолжалась вплоть до 17-го, а мы, в общем-то, всего лишь в наше время, с начала нулевых годов, это попробовали повторить, стали изучать. И вот сейчас у нас есть какая-то концепция, по которой мы что-то уверенно можем демонстрировать, то есть как некая попытка воссоздания того, что было. На самом деле этот пеший бой, это очень интересная штука, потому что мы знаем, что слово турнир, собственно, турнир, оно относится только к конному состязанию. И более того, если кто не в курсе, все турниры изначально, то есть в 12-м, 13-м, 14-м веке, они происходили только в конном строю среди аристократии. И водорог, что-то случилось, и на турнирах начали появляться пешие бой. Это почему, на твой взгляд? Ну, это сложный вопрос, он дискуссионный, то есть он требует уже, опять же, исторического подхода. Здесь, я думаю, это связано с, прежде всего, и с развитием промышленности того времени, то есть появлением нового доспеха, который позволял нормально воевать пешком. Ну, первые пешие поединки, их нужно, опять же, искать где-то, по-моему, в конце 14-го века. То бишь, распространяются пешие поединки, все-таки, вот, и они становятся как раз, как неким неотъемлемой частью благородного состязания дворян, все-таки, к концу 15-го века, под такой вот рекламацией, продвижением кайзера Священной Римской империи Максимилина I фон Гавсбург, которому было нужно привлекать молодое дворянство, служить в его новообразованном виде войска, то есть прототипа всех регулярных армий, наемников, ланскнехтах. И ему нужно, куда он нанимал обедневших дворян. И вот для того, чтобы показать, что, вот, так вот, пацаны, видите, говорят, вот, дворянская тема, она еще и пешком нормальна, то есть, вот, приходите, и, в общем-то, люди приходили и сражались пешком. На самом деле, прости, что перебиваю, для дворянина, это, опять же, кто не понимает, зачем это нужно было рекламировать, для дворянина, для рыцаря, перейти из конницы в пешие войско, это было чудовищным ударом по статусу, просто... Возвращение социального статуса, очень сильно, да, так точно. Здесь Клим Александрович, опять же, это не значит, что рыцари не сражались пешком на турнирах. Вот я говорю, начинается это, как раз, по-моему, в конце 14 века, как некая вспомогательная дисциплина к конному турниру. Во Франции тоже происходит уже в 15 веке, но вот именно такая ставка на пеший турнир, она произошла именно при кайзере Максимилине Первом. А вот, прошу прощения, в Бургундии в 15 веке очень часто были распространены пешие бои на турнирах? Ну, про бургундскую тематику лучше всего расскажет Андрей Владимирович Куркин, конечно, я думаю, это вам с ним нужно говорить, это его тема. Но они не были распространены в такой степени, как при Максимилиане Первом. То есть, здесь основной вот именно генезис пеших турниров, я боюсь, что я сейчас точно не расскажу. Я просто говорю за свой сектор ответственности, это вот эпоха Максимилиана, то есть, это конец 15, первая половина 16 века. То есть, ну, понятно, Максимилиан умер в 19 году 16 века, просто после этого все равно продолжалось. В контексте того, что мы вот показывали сегодня, то есть, опять же, вот вы озвучили, что вот там проводим Panzerkampf. Да, Panzerkampf это наша концепция, то есть, которую мы начали в 2003 году на фестивале Стародавний Несвиш в Белоруссии. То есть, мы тогда организовали в лагере латный турнир, собрали просто латников там по просто крупицам. Там было, по-моему, 6 или 7 бойцов, там один из Польши был. Мы их вооружили большими мечами двуручными, там, булавами, кинжалами. То есть, и на тот момент вообще, вот полуторный меч, большой меч, тем более двуручный, даже в контексте проведения поединков это было очень, не то что непопулярно, это никто не делал. То бишь, потому что вооружение не позволяло, то есть, в основном были кольчуги, чешуи и удар двуручным мечом по ребрам, то есть, да, тяжелым, он доставлял массу дискомфорта. И поэтому как-то вот побаивались. А мы были в латах, и поэтому нам было не страшно. Мы лупили друг другу от души, причем применяя еще борцовские техники. То есть, и это было оправдано потом в дальнейшем, как оказалось, когда мы нашли на это все источники. Так вот, здесь, на этом фестивале мы проводили турнир с очень, конечно, большими поблажками в допусках экипировки, потому что главная наша квинтэссенция нашей концепции, такая вот показательная для движения исторической реконструкции, она проходит в Туле в январе. То есть, мы каждый январь проводим закрытое мероприятие, не для зрителей, только для участников движения, где мы моделируем вот этот фрагмент пешего дворянского турнира из книги Максимилиана Фрайдаль. Он так и называется фускамф, пеший бой. Там, да, вот у нас очень жесткие допуски, то есть бойцов там достаточно мало, от 6 до 10 где-то в среднем. Бывает там, было даже, у нас было всего 4 бойца, но они были одеты правильно и воевали. На мероприятиях, когда мы куда-то выезжаем, то есть, тем более, где нужно показать зрителям, у нас допуски сильно занижены. Ну, потому что иначе, то есть, там, 2 человека или 3 или 4, там, полтора часа биться просто устарут. И мы вынуждены брать людей, у которых есть проблемы со снаряжением. Но в любом случае, главный наш концепт, концепт, главная наша концепция, что мы сумели добиться от, и потихоньку убираем из голов масс реконструкторов, это современную соревновательную составляющую. Потому что в то время любой турнир, это прежде всего был спорт. Спорт для элиты. Либо дворянской элиты, либо для городской. То есть, здесь стоит еще сказать пару слов про такие образования, как города, свободные города, которые с 13 века в Европе приобретали силу. То есть, в основном это... Ну, в общем, на самом деле, конечно, с 12-го. Когда начинается коммунальная революция? Согласен. Это я просто, наверное, вспомнил свой любимый город Нюрнберг. Они в 13-м, как бы сказать, воспарили. И города уже стали представлять собой такую большую общину занимающихся людей ремеслом, которые зарабатывали большие деньги. Управленцы городов, так называемые патрициат, состоящие из патрициев, неблагородного происхождения, но очень богатых людей, они могли себе позволить очень много. И доспехи, и их не брали на дворянские турниры, где нужно было предъявить родословную, то есть... Как у Пуделя, фактически. Как у Пуделя, то и страшнее, да. Но они тоже хотели воевать. И, кстати, из-за этого в Средневековье были очень большие феодальные конфликты между крупными представителями нобилитета и как раз советами городов. Ну, отдельно, если будет интересно, мы поговорим про конфликт города Нюрнберга и Марграфа Бранденбурга в начале 16-го века. Ну, это отдельно. Почему? Потому что свободные города гораздо могли быть сильно богаче, чем дворяне. И они себя позволяли вести так же, как эти дворяне. То есть они считали дворян за равных себе. А для дворян это было просто страшное оскорбление. Их просто душила жаба, и они постоянно нападали на эти города. И, ну, и, разумеется, вводили всякие санкции торговые. И одна из таких вот санкций – это не пускание их, вот этих патрициев, на элитные дворянские турниры. Поэтому патриции думали, ладно, а мы сделаем свой лунопарк с проферанцевыми прекрасными мадмуазелями. И, в общем-то, делали. И в этих городских турнирах иногда принимали участие даже и дворяне. То есть им не отказывали в участии, если только они не находились в черном списке города. То есть если они не были персонами нон-грата. То есть их пускали, они там сражались наравне вот с этими богатыми простолюдинами. Как правило, они в этих боях, конечно, дворяне побеждали, потому что они были профессиональные военные. А бюргеры все-таки больше, ну, хозяйственники. И опыта у них военного было меньше. Но в любом случае, то есть вот городские турниры, они отличались такой большей свободой. Так вот, сегодня на нашем вот мероприятии Карелла, значит, где мы делали этот турнир, мы попробовали показать зрителям не дворянский элитарный турнир, а попробовали показать мероприятие в стиле городского праздника. Значит, то бишь городского турнира бюргеров. Ну, если мы находимся в городе Приозерск, то есть тут есть крепость, вот считаем, что в городе праздник, идет фестиваль, и вот в рамках этого праздника проводится вот такое вот городское гуляние, где есть турнир для патрициата, для богатых хозяев города, и для, значит, простолюдинов, которые, то есть для бюргеров. И там разделялось следующим образом. То есть для дворян там были конные состязания в основном, конечно, такие же, как на дворянских, в смысле не на дворян, а для богатых людей. Конные состязания, практически мало чем отличающиеся, скорее всего, от дворянских турниров, и какая-то пешая часть. Мы воспринимали пешую часть. И также мы, помимо вот боев латников, то бишь богатых людей, мы демонстрировали, кстати, большое спасибо нашим друзьям из Питера. Это гильдия вольных фехтовальщиков, братство Святого Марка, Фрайфехтер, то есть руководитель Сергей Култаев. Они как раз явили собой бюргерство, которое демонстрировало бои без доспехов в рамках, так называемых, фехтшуле. То есть фехтшуле, это состязание... Фехтовальная школа, значит. Фехтовальная школа, да, и вот эти вот, значит, мастера фехтования без доспехов, она называлась Блоссфехтен, они показывали вот бои без доспехов. И мы чередовали, значит, поединки, собственно, элиты и поединки бюргеров. То есть, и здесь я опять же говорю про спорт. Важно отметить, что спорт в то время, он не являлся таким... Ну, у дворян, на летних турнирах, он не являлся таким состязательным элементом. То есть, это было времяпрепровождение, что два благородных, уважаемых господина, Гера, Дона, джентльмена, там, сэра, да, просто решили провести время в русле суровой драки. То бишь, показать уголь, да, причём не зрителям, а вот друг другу. Вот я вот такой сильный, господин Жуков, а почему бы нам с вами не взять вот по двуручной секире и не дать друг другу по мозгам этой секиры, да, 20 раз подряд, да. Вот. На самом деле, конечно, если посмотреть на список тех, кто участвовал в турнирах, это сейчас, кажется, какие-то смешные люди. Там герцог такой-то, граф такой-то, но вы понимаете, что это были правители гигантских по тем временам стран. То есть, это сейчас, как если бы вышли бы на турниры, я не знаю, президент Путин, президент Трамп, Ангела Меркель, как какой-нибудь там Саркази ещё прибежал бы, да, на худой кляче. Ну, про этого мы не будем говорить, про клоуна-артиста, да, то есть, вот. Её бы точно не пригласили. Вот. То есть, тогда это был элитный спорт для этих людей. Ну, естественно, они... Собиралась толпа зевак, но это действие было не для зевак, не для них. То есть, вот этот вот эффект шоу, это был побочный эффект. Основное это было... Кстати, вот император Максимилиан, он как раз собирал людей для того, чтобы вот этих вот курфюрстов, да, то есть, правителей своих... Курфюрстов, это князья-выборщики, которые выбирали императора, их было целых семь. Семь, да, да. Он их выбирал для того, чтобы на турнире, чтобы их всех хотя бы собрать в одну из, потому что на Рейхстаг они просто так не приедут. А тут весело. А тут весело, да. Кейдер придумал новые какие-то элементы боя, там, разлетающие. От удара щит в разные стороны. То есть, кейзер... Это механик Реннон знаменитый. Механик Реннон, да. То, значит, интересно приехать, просто повоевать. Вот он такой богатый, такой курфюрст-саксонский, да, Герцог-саксонский. Вот думаю, а что, прикольно, да, я съезжу время, так вот, скоротаю. И там он всех собрал. И вот, когда вот все подрались, да, все повоевали по-доброму, можно было попытаться обсудить государственный вопрос. То есть, турнир это было фактически как вот, это такая ассамблея всех сильных мира сего в твоей стране. И, наверное, не только, там же можно было из-за границы кого-нибудь. Выписать. Ну, не выписать, а имеется в виду, пригласить там с особыми почестями. Опять же, знаменитый турнир золотой парчи, да, то есть, это когда Франциск позвал Генриха VIII, закатил такую пьянку, что потом Франция отдавала долги несколько лет. Неплохо отдохнули. Собственно, турнир золотой парчи назван в честь того, что шатры были сделаны из золотканной парчи. То есть, там, нагрузка на крестьянство в результате этого была очень чудовищной. И, кстати, самое интересное, что все попытки склонить короля Ангелии на свою сторону провались, потому что король Ангелия воспринял это как вызов, что, дескать, вот меня позвали, передо мной выпендриваются вот таким золотом. То есть, да, в итоге Франциск и страну, в общем-то, помер упустил, а еще и с монархом Англии в итоге в дальнейшем поссорился. Ну, мы отвлеклись. И вот в рамках этого, того турнира спортивного по тем временам, как вы думаете, вот, объявлять, выиграл этот, проиграл тот? Это же международный скандал. А вдруг обидится человек, а вдруг что-то пойдет не так? Поэтому у нас, честно скажу, нету точных данных, как эти турниры проходили, потому что не осталось ни одного нарратива. В смысле, виноват ни одного описания. Нарратив как раз остался. То есть, не осталось описания правил. До нас дошли... Если вы не понимаете, извини, пожалуйста, перебиваю. Отчет о турнирах есть, описание турниров есть, но у нас нет документально зафиксированного точного регламента, как тот или иной турнир проводился. Мы именно об этом сейчас говорим. То есть, здесь, вероятнее всего, происходило следующее, что люди договаривались... То есть, мы знаем точно, что из описаний, что были бои на количество ударов. То есть, не количество попаданий, а количество ударов, которые может вообще произвести человек. Саша, атакующих действий в сторону друг друга. Причем, как, если мы с тобой договариваемся на 20 ударов двуручной секиры в сторону друг друга, если я их первой совершаю, то бой не останавливается до тех пор, пока ты либо не откажешься, если ты их не завершил, либо ты не завершишь свое количество. Если я завершаю раньше, я могу дальше продажать тебя дубасить в твою сторону. И здесь, получается, что выигрывали оба. То есть, вот подрались, да, вот 20 сделали там ударов и разошлись. Оба молодцы. Пойдем, соответственно, дальше бразничать. Еще были, конечно, божьи суды, но божий суд, опять же, это уже не турнир. Это уже суд, где ты дерешься боевым оружием в боевом наспехе с целью убить противника. И уповаешь на Бога, что, дескать, я вот прав, Бог должен мне помочь. И, соответственно, если ты убиваешь своего противника в божьем суде, то это не ты его убил, это Бог решил, что ты прав, и поэтому он дарвал тебе победу. Ну, про божий суд мы сейчас говорить не будем. В силу того, что божий суд же был необязательно поединком. Например, можно было поддержать раскаленное железо руками. И кто первый выздоровеет, тот прав. Можно было посидеть в холодной проруби. Опять же, кто быстрее вызовет, это тоже был божий суд. Очень много интересного, конечно, опять видишь, мы вынуждены удаляться для того, чтобы более обширно нашему зрителю объяснить какие-то вещи, которые все-таки, увы, требуют объяснения. Так вот, если мы вернемся к нашим турнирам, то это вот этот спорт элитный, да, как раз он делался не для зрителей, он делался для развлечения этих богатых граждан. И поэтому, вот, когда мы пытаемся данные турниры в современности воссоздавать, мы следуем сугубо данной концепции. И я скажу более, вот, что мы с 16-го года полностью у себя отменили соревновательную составляющую. Раньше у нас проходило в ключе, что боец, допустим, вот мы бьемся, мы считали акцентированные попадания оружием. Кто попал больше, ну, там еще броски, значит, рожатье кристалли еще засчитывалось. То есть, по сумме этих очков, то есть, мы объявляли, рыцарь такой-то условно выиграл поединок, да, и по количеству общих побед, у кого в таблице больше побед, тот объявался победителем турнира. Потом мы от этого отказались. А, и самое главное было, что минус, что люди, когда их объявляют, выиграл, проиграл, они хотят же быть победителями все, никто не хочет проиграть. Они немножко так вот шельмовали с экипировкой. То бишь, они делали, например, специально вот на керасе, да, ну, это вот нагрудная латная цельная защита. Они заужали зону для того, чтобы ручки лучше сходились. На родных образцах зона широкая. Я это уже, по-моему, мы с тобой уже... Да, мы это обсуждали. Еще раз повторю, она широкая для того, чтобы ты не получил сюда укол. Получить укол в зону подмышки в бою, это почти смерть. Если что, кровью пойдет с потом в месте заражения, в общем, там загнинет вся лимфа, будет все плохо. Вот, поэтому ее всегда расширяли. И мы говорили про эту зону, то есть, да, она расширяется. И вот мы в 16-м году решили взять на себя такой вот новый, то есть, я бы сказал, даже большую ответственность попробовать. Давайте откажемся от этих вот выиграл-проиграл. Просто договариваемся, либо деремся по времени, кампф ауфцайт, то есть бой на время, допустим, минуту или две. Выбирают, сами бойцы договариваются. Либо на количество ударов. Сразу же люди после этого стали драться, воевать, вот, ратовать, да, гораздо вот неистовее, чем до этого. То есть, они уже понимают, что их никто не будет дразнить за то, что, типа, а, вот там-то лузер проиграл, да. То есть, все, в любом случае, если ты выполняешь обещанный контракт, то бишь, донести там 20 ударов в сторону, ты их наносишь, ты априори выиграл. То есть, выигрывают оба. Все, то есть, тебе уже, скажем, позор, поражение не страшен. Следовательно, ты дерешься неистово, и самое главное, и каждый же хочет проявить, чтобы его доминирование, да, его превосходство было очевидно. И поэтому каждый вот старается максимально из себя все вот это вот, все искусство, всю свою ярость, да, благородную, значит, выдать. И поединки стали злее, агрессивнее и напористее. И дальнейший вот, вернее, следующий плюс, следующий плюсом явился то, что люди перестали пытаться подгонять экипировку под нужды вот этой вот сверхподвижности. То есть, люди стали использовать историчную комплектацию защит, не брезговать весом, утяжеляться. Это позволило нам развиться как раз для того, чтобы ввести колющие удары, удары в подмышки. И вот, ну, если вы, ну, ты же ссылки размещаешь на наш турнир, посмотрите. У нас есть очень много поединков с уколами, красивых, где люди дерутся в тяжелых доспехах. Вот, собственно, в моем понимании, это как раз правильная, правильная подача пеших латных боев в рамках турнира. Сегодня, к сожалению, на Карелии, да, мы были вынуждены, еще раз повторяю, допускать людей в более простой экипировке. Но это было связано с нуждами, опять же, обеспечения массовости для того, чтобы зрители больше увидели. А так вот, если есть вопросы еще, Клим Саныч, у меня вопросов, собственно, больше нет. Если у вас есть вопросы, давайте в комментарии, проходите по ссылке, мы разместим, наверное, на последние или последние два турнира. Ссылочки сможете посмотреть. Илья Николаевич, очень интересно. Клим Саныч. Надеюсь, и вам тоже очень интересно. Вступайте в реконструкцию позднего страшного вековья. На сегодня все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok